Статья о Фонде стратегической культуры за 18 июня 2021 года. Елена Пустовытова. Налог на ТНК или 15% транснационального раздора. G7 как инструмент манипулирования мировой экономикой. Семерка. Едва успела столковаться по поводу введения единого 15% налога на транснациональные компании, а младшие партнеры уже жалуются, хотя большинство западных СМИ, иначе как историческим, несущим процветание всему миру, это решение не называют. Согласны с этим далеко не все. Много ли тут исторически ценного оценила и гонконгская Азия Таймс. Она считает, что дело не в том, что семь крупнейших западных экономик производят сегодня треть мировых товаров и услуг. Встреча в Корнуэле стала в лучшем случае неловким спектаклем, представленным посредственной труппой, выдающей себя за лидеров, позирующих для фотосессий на частной вечеринке с 95-летней британской королевой, где все весело вертятся без масок в апофеозе общих ценностей и прав человека. Карантин по прибытии маски и социальной дистанции, конечно, только для плебеев. Не будем столь строгие, ведь в Корнуэле стартовала новая инициатива. Судя по названию, восстановим снова лучший мир. Эта инициатива глобальная. G7, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США договорились помогать развивающимся странам совершенствовать их инфраструктуру и собираются потратить на это примерно 40 триллионов долларов. Благородно? Не очень, если учесть, что B3V нацелена не столько на то, чтобы помогать, сколько противодействовать КНР. Кому-то по обе стороны Атлантики не дает спать пекинский один пояс, один путь. Общие ценности сразу затрещали по швам, когда Англия, поддержанная Канадой, попыталась в заключительном коммунике заставить ЕС и Японию открыто обвинить Китай в нарушении прав уйгурского меньшинства в Синьцзяне. У Макрона, Меркель, Драги, то есть лидеров Франции, Германии, Италии, примкнувшего к ним премьер-министра Японии Есихиде Суги, свои планы на отношения с Пекином. И закрывать себе дверь на крупнейший рынок мира они не хотят. Объем торговли Евросоюза с Китаем за прошлый год составил 586 миллиардов евро. То есть Китай для ЕС партнер номер один. Он главный торговый партнер и для Японии. Отдельно следует разобраться с историческими 15% единого налога на транснациональные корпорации. Никто не спорит, такая мера может положить конец давним проблемам мировой экономики, налоговым гаваням, перетеканию прибыли в офшоры, обнулению налога с прибыли в собственной стране, как это делает, к примеру, миллиардер Уоррен Баффет, состояние которого с 2014 по 2018 год выросло на 24,3 миллиарда долларов, а налогов при этом он заплатил 23,7 миллиона, то есть 0,1% прибыли, как подсчитал Ньюсвик. Точно так же минимум налогов платили в казну миллиардеры Джефф Безос, Илон Маск и Майкл Блумберг. Безос вовсе ничего не платил в федеральную казну в 2007 и 2011 годах Маск в 2010. Европейская независимая организация сообщает, что революционное решение G7 будет приносить Великобритании 200 миллионов евро налогов в год только с British Petroleum Corporation, которая, как и все остальные ТНК, прячет свои доходы вдали от британских берегов. Корпорации будут обязаны платить 15% с прибыли в той стране, где они делают бизнес, несмотря на то, что их штаб-квартиры с парой скучающих клерков зарегистрированы где-нибудь на Кайманах или Бермудах. Одним словом, G7 гарантировала идее полный успех, и теперь дело за G20 и Организацию экономического сотрудничества и развития. ОСД. 37 членов, которые должны дружно проголосовать за как можно скорее. Однако министр финансов Эстонии, член ОСД Кейт Пентус Розиманус заявила, что согласованный G7 налог вреден для предпринимательства, международной конкуренции и создания рабочих мест. Эстония категорически против, несмотря на то, что единый налог будет приносить ей дополнительно в казну 10 млн евро в год, потому что в Эстонии облагаются налогом только дивиденды корпораций, а не прибыль, если она реинвестируется внутри страны. Логично считать, что единый налог добавят в казну там, где он ниже 15%, в Узбекистане, где он равен 7,5%, в Парагвайе 10%, в Молдавии 12%, в Ирландии 12,5%. Но с чего бы радоваться бизнесменам Африки, где корпоративный налог на прибыль составляет от 25% до 35%, да и в Европе тоже. В Германии такой налог составляет 50%, в Греции 49%, в Франции 42%, в Ирландии 43%, в Италии 36%, в Великобритании, Нидерландах, Испании, Португалии 35%, в Люксембурге 34%. С чего веселье? А с того, что понижение налога станет мощным стимулом для привлечения инвестиций именно в эти страны. Если сейчас развивающиеся страны состязаются в привлечении инвестиций, понижая им корпоративный налог, то гармонизация налогообложения по Байдену отнимает у них главный стимул для инвесторов. Вот почему многие развивающиеся страны будут осуждать глобальный минимум как необоснованное ограничение, которое будет препятствовать их способности привлекать инвестиции, пишет издание. Когда страны сильно различаются по уровню развития, то уместное в одной стране может стать препятствием для роста в другой, пишет издание. Главное состоит в том, что G7, осчастливившая мировой бизнес единым налогом, попросту переманивает инвесторов к себе. Нельзя сбрасывать со счетов и тот непреложный факт, что США глобальным налоговым минимумом ограждает свои корпорации от возможного налогообложения в других странах по гораздо более высокой ставке. Ведь то, что именно Apple, Facebook, Google и еще около сотни крупнейших в основном американских компаний получают 15% карт-бланш в момент, когда Европа готовится вводить собственный корпоративный налог для иностранцев, ни у кого не вызывает сомнений. G7, решившие в конце концов привести в гармонию международную систему налогообложения с XXI веком, только бесстыдно принесли выгоду самим себе, резюмирует американское некоммерческое издание Common Dreams. Очевидно, что манипулировать международными налоговыми правилами так, как это делает G7, это значит провоцировать конфликт интересов государств в мировом масштабе. Международные правила налогообложения следует формулировать не в Белом доме, а в Конвенции ООН по налогообложению, от которой так настойчиво открещивается США. Елена Пустовойтова. Налог на ТНК или 15% транснационального раздора. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...